17 лет назад в реестре праздников появился Международный день школьных библиотек. И с тех пор каждый год, 4 понедельник октября, библиотекари принимают поздравления от благодарных учеников. Современные библиотеки сегодня это уже не просто книгохранилища. Практически в каждой стоят компьютеры и проекторы. Проводятся презентации и другие мероприятия. В библиотеке школы номер 8 побывала наша съемочная группа. Жизнь в школе в коридорах кипит и лишь на время урока немного затихает. Но даже те ученики, которые бегают и шумят на переменах в коридорах, знают, что в библиотеке так себя вести нельзя. За порядком здесь следит Марьяна Васильевна Нищерепова. Она уже 16 лет работает в школе и 6 из них в библиотеке. За последние годы здесь очень много всего изменилось. У нас здесь появился детский уголок. Уголок, конечно, для начальной школы. Первоклассники, они приходят, конечно, они теряются пока еще в этом пространстве огромном. Им не хватает игрушек каких-то, может быть. Поэтому, естественно, этот уголок был создан непосредственно для первоклассников. У нас, конечно, появилось мультимедиа, у нас появился ноутбук, который очень помогает детям действительно, потому что у некоторых дома либо поломался компьютер, либо что-то еще, какие-то проблемы. Они всегда могут сюда прийти со своей какой-то информацией, слышкой и сделать либо доклад, реферат, презентацию. Основная нагрузка ложится на библиотекаря в начале и в конце учебного года. Но тут на помощь Марьяне Васильевне приходят ученики. Таскаем книги, мы помогаем ученикам, которые подходят, мы помогаем формулярно идти. Бывает, просто приходим там, какой-то порядок, может, наведем там пыль, повытираем. Заклеиваем корешки книг, уголки, чтобы книги прослужили дольше. Большим спросом библиотеки пользуется классика, которую ученики проходят по программе. Часто книг на всех желающих не хватает и тогда выручает интернет. Нужную книгу Марьяна Васильевна всегда может найти в сети и либо скинуть ученику на флешку, либо распечатать нужные главы на принтере. Сразу за классикой в списке предпочтений стоят детские периодические издания. За одну перемену можно полистать журнал, найти что-то интересное, обсудить с другом и посмотреть картинки. Следующий по популярности у ребят – детективы и приключения. К сожалению, в библиотечное хранилище пополняется художественной литературой не так часто, как хотелось бы. Спасибо большое, конечно, выпускникам нашей школы, которые когда уходят 11-классники, они от всего сердца, поскольку знают, что у нас маленький фонд, они дарят нам какую-то художественную литературу. В читальном зале библиотеки могут одновременно разместиться больше 40 человек. Именно здесь чаще всего проходят тематические уроки, встречи с ветеранами, конференции и презентации. Известность библиотеки уже давно вышла за пределы города. На базе нашей библиотеки также проводятся и мероприятия в рамках района. Здесь проводят Центр развития образования, различные семинары по вопросам библиотеки и развития чтения в нашем районе. Здесь также проходят курсы повышения квалификации всех библиотекарей района. Самая большая радость и стимул к дальнейшей работе для Марьяны Васильевны – юные читатели, которых удалось заинтересовать книгой, которые возвращаются в библиотеку снова и становятся постоянными ее посетителями. Многие из них с удовольствием проводят здесь время, общаются, делают домашние задания и помогают библиотекарю. Мы очень любим ходить в библиотеку. Марьяна Васильевна – это моя любимая библиотека. Я ее очень люблю, как и все ученики. Я единственная, кто ее называет Марьяночка Васильевночка. К ней можно прийти и сказать, Марьяна Васильевна, вот нам задали написать биографию какую-нибудь, нам задали реферат написать. И Марьяна Васильевна, она сразу скажет, на какую тему. То есть мы говорим, например, скажем, Гоголя, она нам найдет биографию, она нам поможет. Она очень хороший человек. Я очень ее люблю. И как бы ни менялся окружающий мир с приходом новых технологий, профессия библиотекаря всегда была и останется востребованной. Успехов вам, школьной библиотекаре, на профессиональном поприще, новых свершений и благодарных читателей. Вера Савельева, Сергей Чернецов. События и люди.